Капитальный ремонт многоквартирных домов – тема, которая не теряет свою актуальность и по сей день. Несмотря на волну негатива, с которой вначале была встречена программа, уровень собираемости взносов в регионе довольно высокий. По Кировской области у нас на сегодня уровень собираемости составляет 82,3%, по городу Слободскому – 82,3%. Для сравнения, по городу Кирову этот показатель составляет 84,2%. В целом большого разброса нет. И надо признать, что этот показатель по Российской Федерации неплохой. То есть мы находимся в более высокой половине. То есть по Российской Федерации в целом около 80% собираемости. В первый год реализации программы работа шла очень сложно. С течением времени учитываются ошибки предыдущих периодов, совершенствуются методы работы и нормативная база. И результаты стали более заметны. В конце концов, большинство населения увидело, что работа ведется. Но, тем не менее, несомненно, есть у нас и обращение от граждан по улучшению работы фонда. Мы все это внимательно анализируем и ведем соответствующую работу. Но в целом, подчеркну, складывается положительное. То есть обращений уже не так много, как первые годы реализации. И в целом люди понимают, платят. И теперь они хотят уже получить качество, уже хотят непосредственно работы получить. Напомним, что существует два способа накопления средств на капитальный ремонт. Либо в общем котле, на счете регионального оператора, либо на специальном счете дома. Владельцем спецсчета может быть либо фонд капремонта, либо управляющая организация, либо непосредственно собственники ТСЖ и так далее. Способ накопления может быть изменен решением общего собрания собственников. Собственники многоквартирного дома в любой момент имеют право сменить способ. Если ранее для этого необходимо было решение общего собрания не менее двух треть голосов, то летом текущего года в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения. И был изменен необходимый количественный минимум, он сейчас составляет 50%. Если собственники решили накапливать средства не в общем котле, а перейти на спецсчет, то накопленные деньги будут переведены на него через год. Этот же период придется ждать и в случае смены владельца спецсчета. Зато если граждане решат перейти со своего счета на общий котел, то для перевода средств понадобится всего месяц. На сегодня в регионе на спецсчетах накапливают средства на капитальный ремонт порядка 820 домов, что составляет около 8% от общего количества домов, включенных в программу. В этом случае все вопросы по организации капремонта, они остаются за собственниками. То есть собственники через общее собрание протоколом определяют подрядную организацию, утверждают сметную стоимость, отбирают подрядчика, подписывают с ним договор. И в этом случае, если фонд является владельцем, для выполнения работы они направляют соответствующие документы, фонд оплачивает, потом собственники принимают работы. Собственники домов, кто накапливает средства на капремонт на спецсчете, могут привлекать к решению задач по капремонту и управляющую организацию. Все это обсуждается на общем собрании. Те, кто открывали специальный счет, они шли на это естественно сознательно, с целью более в ранние сроки провести ремонт, именно то, что им нужно. Они могут необходимые работы выполнять в более ранний срок, до наступления срока, предусмотренного региональной программой. Положительные примеры имеются и в Слободском, хоть их и немного. Например, дом в Пиромайском микрорайоне на Городичинской, 40. Но в то же самое время дома со спецсчетами не могут перенести сроки ремонта на более поздний период, нежели обозначен в программе. Пришло время, собственники обязаны отремонтировать свой дом. На специальный счет сейчас в основном переходят собственники, проживающие в сравнительно новых и больших домах, где большие суммы за год накапливаются, но тем не менее есть и небольшие дома. И как раз вот эта ситуация, когда им не хватает накопленных средств, они устанавливают на год или на два повышенный взнос, который позволяет им, допустим, собрать в ускоренные сроки необходимую сумму. Получить информацию о состоянии счета дома вне зависимости от способа накопления средств можно различными путями. В интернете на сайте региональный информационный центр Кировской области доступен сервис «Личный кабинет. Капитальный ремонт». Там можно получить информацию по своему лицевому счету. Также можно распечатать квитанцию на оплату взносов. Информацию о накопленных средствах в целом по дому можно получить через сайт Фонда капитального ремонта посредством вкладки «Найти свой дом». Однако информация по спецсчетам здесь не отображается. Третий способ, если у гражданина нету, допустим, интернета, он пишет нам письмо с указанием необходимых интересующих его сведений, и в течение месяца он получит ответ. Ну или по телефону. Телефоны наши также указаны на квитанции. Справку об отсутствии задолженности собственник также может заказать и получить в фонде либо по почте, либо при личном посещении. Образцы заявлений есть на его официальном сайте. Субтитры создавал DimaTorzok